Добрый вечер! Сегодня в Гомеле прошел информационный день, просвещенный конкурсу проектных пропанов по программе территориального сопротивления Беларусь-Украина. Это одна из четырех программ территориального сопротивления, которую финансует Европейский Союз в рамках исходного партнерства. На финансование суместных трансграничных проектов Европейский Союз выдатковает 3 миллионы 300 тысяч евро. В программе могут принимать уделы державные и недержавные организации, которые не занимаются коммерциальной деятельностью. С боку Беларуси – это проставники Гомельского и Брестского регионов. С украинского боку их партнерами могут стать организации Шарниговской, Киевской, Житомирской, Роменской и Волынской областей. Обовязковые умовы заявляются наявны с партнеров по ободу в боках границы. Бюджет каждого проекта будет вагаться в межах от 60 до 250 тысяч евро. Подача пропанов завершается 19-го красавика 2016 года. Первые гранты будут выдатковаться с Кастрышника. И должны быть закончены до 31 декабря 2018 года. Вот это рамки, которые существуют. Еще хочу вам напомнить, что основными приоритетами этой программы являются улучшение условий жизни в приграничных территориях, решение совместных проблем, таких как экология и контакты между людьми. Сгодно с операционными даденами инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области с 5,5 тысяч продпринимальников, которые гандлюют с товаром, что подлягая сертификации, один из податок у студии не заплатили амаль три тысячи. Таким шинами они подтвердили жадание протягнуть прационную деятельность. Остатние взяли тайм-аут на месяц. Что перешкажа о предпринимальницкой деятельности, а какие пропоновые выказывают гомельские ИП, доведался Олег Синтероу. В уголе о Гомеле деяничует неколькие рынков, на которых могут працавать индивидуальные предпринимальники, але центральный рынок, чертых, бадай, самый великий, сегодня тут створено 1700 гандлювых мест. За опошний месяц у администрации рынка тримали ящик или 40 заяв на аренду свободных площадь. Правда, раннейшей массовости на рынку по кульнима. Некто гандлюе белорусской сертификованной продукцией, некто импортной. Отповедные документы гэтые предпринимальники подрактовали ящая летость, что, правда, не самым становшим чином отбилось на реализации продукции. За товары, як и непосредственно сертификаты, различивались о валюте, курс, якой узрос, а продавать необходно у белорусских рублях. Хоть у большинства не оказалось и таких папер, оптовые парты, які можно набыть у замежи за усими необходными супроводжальными документами, реализовать у Гомеле просто немогчимо. Мы встречались когда-то в госконтроле с директором Могилевских баз. Они ездили в Турцию, они ездили в Индию. Там партии должно быть 10 тысяч. Вот представьте, на наш город, на нашу область привезти 10 тысяч одинаковых юпок. Кто их купит? Вот это называется опт. У нас маленький опт. Мы привезли 50 единиц. Люди едут с двумя сумками. Какой это опт? Нельзя сказать, что у правлений Аббаспожил Союза, якому належит центральный рынок, да проблем индивидуальных предпринимательников, относится Баякова. Каб зменьшить их выдатки, тут вы решили значно знизить кошт аренды гандлёвых местов. На том же другим по версии гандлёвого центра, например, за квадратный метр, что месячно, теперь необходно платить. Усяго 48 тысяч рублёв. Это прикладно у 15 разов меньше, чем у приватном гандлёвом центре, что-то находится по обочи. Хочу сказать, что за 2015 год мы шесть раз снижали аренду ставку по просьбе предпринимателя совместно с Употребсоюзом собственником. Мы идём предпринимателям на встречу. То есть мы никому не отказали по снижению аренды ставки на сегодняшний день. И уже обращались в январе месяце 2016 года, мы снова снизили арендную ставку в среднем от 10 до 20%. По отдаденных администрациям Гомельского центрального рынка в последние дни означается тенденция вертания предприниманников на працованные месяцы. Сами ИП кажут, что яны не супрось отновить работу, а ли законодавство необходно конкретизовать. На то, что детячие оденни саправдой необходно иметь сертификат, а ли есть речи, якими можно было бы гандлевать и без ягу. Есть необходимый товар. Это бельевая, может быть детская, но такое, как куртка, как пуховик, сумка, чемодан. Зачем на это сертификация? Я считаю, что это лишняя работа. Люди не хотят заниматься аферами, они хотят торговать честно. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Далегация с ирландского города Корк наведывая Гомельскую в область. Увогули супрационницу Беларуси и Ирланды 30 годов, а ли у таким великим составе гости приехали у першыню. Сегодня яны сустрелись с керауницем Гомельского гарвы «Конкам» и обмерковали выники суместной работы у гуманитарной сферы. Сустреча началась с привитальных слов двух мэров – Гомеля и Корка. Петр Керышенко рассказал гостям об основных исторических вехах Беларуси и уприватности Гомеля. Обтым, як одражали областный центр после Великой Чыной, и каким ударом стала Чернобыльская катастрофа. Дарыша Ирланды – одна из первых краин, яка 30 годов тому начала оказывать гуманитарную допомогу потерпелым районам Гомельской области. За этот час было сделано шмат. Так, на оздоровление у Ирланды побывало свыше 25 тысяч беларуских детей. Яшедзен на керунок доброшенной деянности – патрымка семью, які выховывают приемных детей альбо инвалидов, и допомога детям, які мают потребу у палеотывным догляде. А кроме того, Ирландский бок спонсировал для маленьких пациентов с ардэшными патологиями проведение шаргу операций у кардохирургичным центры у Минску. Усяго за 30 годов Ирланды оказала гуманитарную допомогу нашей краине на 100 млн евро. У плане визиту гостей наведывание Йельского района и поездка у Чарнобыль. Игэта не просто экскурсия. Ирланды опрымая финансовую делу в будавницве нового царкофагу для атомной электростанции. Делегация заинтересована в том, чтобы увидеть, посмотреть все своими глазами, увидеть саркофаг. Они также заинтересованы посмотреть, какие работы ведутся на сегодняшний день в Чернополе. Потому что Ирландия одна из немногих стран, которая также везет финансовую поддержку нового сооружения, сооружения нового саркофага. И на сегодняшний день они уже финансировали порядка 1,5 млрд евро. У Гомельской области по выниках минулого года в поравнании с 2013-м назирается снижение у всех показчиков, який характеризует стан аварийности на дорогах в области. Такая информация была гучена сегодня на брифингу областной джаутоинспекции. Яугин Поболовец, Володая, под обязанностями. Так, колькость дорожно-транспортных здоровья изменилась на 58. Колькость загинувших на 14 человек, травмированных на 57. Найбольшие складаны остановившие у Гомеля в Гомельским, Мазырским и Петриковским районах в области, где зафиксованы узрост показчиков. Основными причинами авары являлись перевышения худкости и кирования унитвярозом стане. Особная увага надавалась ликвидация так званых конфликтных кропок. До приклада, пропускная сдольность в улице Кирова у Гомеля после ее реконструкции, истотно полепшилась, скоротилась колькость даренью. В 2014 году с сентября по январь месяц было совершено 40 дорожно-транспортных происшествий, мелких, где просто пострадали, получили, вернее, механические повреждения, транспортные средства. За 2015 год и январь 2016 года произошло всего лишь 9 мелких дорожно-транспортных происшествий. В 2005 годе была перегляджена державная политика в отношениях к добеспечению на дорогах. Минавито с того часу на дорогах краины заявились лежачие полицейские. На законодавшем узровне заявилась отказность за отсутность на одзенню темный час суток фликеров. Концентрация алкоголя у крови водителя стала допущенной у померы 0,3 промилле, а ранее было 0,5. Гэты и инши меры дозволили за 10 годзе серьезно скоротить колькость дорожно-транспортных здоровеньев, а так само колькость людей, которые загинули на дороге. Минулый год стал особливым. У регионе отзначено снижение всех показчиков, что характеризует стан аварийности на дорогах в области. То, что касается задач на 2016 год перед сотрудниками госавтоинспекции они определены, были подведены все итоги работы нашей деятельности за 2015 годзе. И определены задачи, первое, то, что, конечно же, для создания максимальных условий для участников дорожного движения, это сокращение уровня погибших происшествий, это же, конечно, повышение безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения, тесное взаимодействие с органами власти. За 10 годов колькость ДТЗ по краине сменшилась с 890 до 552. Загинуло в два раза менее людей, 103, супраць, 201. Как свержают специалисты, по узровне здоровья на дорогах, мы зараз наблизились до лишбов, которые фиксовались еще в 60-е годы минулого ста годзе. А лишь нельзя поравнать колькость автотранспорта тогда и зараз, это и есть выники работы закона. Евген Побловец, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель. И приемная новина для автомобилистов. Сегодня у Гомеля по улице Могилевской отбылось урошистое открытие новой автозаправочной станции на АЗС областного центра. Дмитрий Котов с подробностями. Новая автозаправочная станция расположена на въезде в Гомель по ходу движения из Минска. В областном центре это уже пятая АЗС сети «Газпромнефть». Однако первая форматная с расширенным ассортиментом сопутствующих товаров. Здесь каждому клиенту будет предложен высокий уровень сервиса и уникальные услуги. Это действительно наша передовая и последняя станция по формату. Здесь реализованы все те новинки, которые мы аккумулировали на протяжении пяти лет работы на рынке. И сегодня безусловно рады представить нашим автомобилистам тот высокий уровень сервиса, который есть в целом на нашей сети. Если говорить в частности об этой заправочной станции, то здесь из того, что мы представляем нашим клиентам, прежде всего хотелось бы отметить услугу заправщиков, услугу по постоплату. Это первая сеть в Республике Беларусь, которая предложила этот способ заправки клиентам. Одновременно на АЗС могут заправляться до восьми автомобилей. Для удобства заправки грузового автотранспорта размещена двусторонняя топливораздаточная колонка. Летом на станции начнут реализовывать бренд сети «Газпромнефть» «Джидрайв». Это топливо нового поколения, которое повышает эффективность работы двигателя, увеличивая мощность автомобиля. Отдельно стоит отметить интерьер-кафе. В комфортной и непринужденной обстановке водители смогут отдохнуть с дороги в стильном и уютном помещении. Вежливый и приветливый персонал предложит аппетитные блюда и фирменный кофе, который, к слову, уже успел полюбиться автомобилистам России и других стран, где представлена сеть «Газпромнефть». Сервисом новой АЗС остались довольны и гомельчане. Мне особо нравится уровень обслуживания. Особенно система, когда сначала заправляешься, потом платишь. Услуги сервиса в качестве того же кофе очень приятно радует, когда посреди дороги на заправке можно попить настоящего кофе. В новой АЗС клиентов постоянно будут радовать приятными акциями. К примеру, в честь открытия до 14 февраля предоставлена возможность приобрести 95-й бензин по цене 92-го. Также каждый желающий сможет стать участником программы лояльности «Разом с нами». Для этого на кассе необходимо заполнить анкету, после чего вам выдадут бонусную карту. При каждой покупке на нее будут зачисляться бонусные баллы, которые впоследствии можно тратить на любые товары. Строительством этой станции мы, можно так сказать, дали некий определенный старт программе развития нашей сети в городе Гомеле. И наша цель, скажем так, за ближайшее время коротко переоснастить все заправочные станции путем реконструкции и сделать их нашими форматными, такими, как вот эта станция, на которой мы находимся. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Выниковая коллегия Гомельского державного вытворчего леса господарского объединения отбылась сегодня в институте лесу Национальной академии наук Беларуси. Уделу мероприемцы принял министр лесной господарки Михаил Амельянович. Головная новина, огученная подчас коллегии, усе три призовые месцы по выниках работы в 2015 годе летость отрымал Гомельский Лязгаз. Виталь Довгий с подробностями. Общий итог коллегии все экономические показатели в регионе выполнены. Лесохозяйственные предприятия даже при снижении бюджетной поддержки работают стабильно. Хотя трудности в прошлом году помимо глобальных экономических проблем добавили лесные пожары пришедшие из Украины. Самое главное мы сегодня делаем упор учитывая ситуацию прошлого года аномальная жарка лета не допустить тех прошетов тех ошибок которые были в прошлом году при ликвидации лесных пожаров. Естественно Гомельская область пострадала больше чем другие регионы нашей страны основной причиной это трансграничные пожары которые пришли нам из Украины. Поэтому учитывая особенность прошлого года мы сегодня делаем как бы работу над ошибками и анализируя ситуацию мы планируем построить так работать чтобы учесть эти недостатки и подготовиться к новому пожароопасному периоду. Но главной была экономика. На примере соразмерных хозяйств министр показал множество вариантов получения прибыли. В топ-10 страны попал и гомельский лесхоз. Как выяснилось предприятие еще недавно лежало на лопатках. А сегодня на его примере учат как надо правильно работать. А главной причиной преобразования единодушно называют нововведение директора хозяйства Игоря Дегтярика. Лесхоз до него к сожалению уже стал не выплачивать зарплату не было денег а он пришел все это сделать то есть руководитель мы ищем мы делаем в этом плане я сейчас подготовили резерв кадров привозим сюда вот назначенные директора лесхоза которые недавно вот сейчас буквально три заменили в частности Васильевичах я рекомендовал и вот он собирается приехать исполняющий обязанности гомельский лесхоз коллегия собрала представителей всех лесхозов региона прокуратуры МЧС и других ведомств есть что обсудить Гомельщина самый богатый лесом регион в стране для информации у нас почти 200 лесничеств с общим лесным массивом более 2 миллионов 200 тысяч гектаров но из этих 200 только 3 лесничества одного и того же гомельского лесхоза увезли победные знамена с собой сработали выполнив все производственные показатели перевыполнили выручку экспорт это те самые главные финансовые показатели которые влияют на финансовое состояние лесхоза значит из 3 номинаций нашим лесхозом были первые места по всем этим 3 номинациям то есть лучшее лесничество это Макеевское лесничество первое место наше лесничество значит цех деревообработки гомельского лесхоза также занял первое место ну и среди лесхозов наш лесхоз в очередной раз по итогам 2014 года гомельский лесхоз также получал знамя победы и это результат преобразований проведенных только за последние годы от работы с коллективом до масштабного перевооружения всех производственных подразделений и к безоговорочному лидерству среди хозяйств отрасли Виталий Долгий Дмитрий Радзянко телерадио компания Гомель на этом выпуске завершено студии працавала Маргарита Швукова всего доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин